Вот здесь, в спальном районе Анапы, рано утром произошло чрезвычайное для курорта происшествие. Киллер, предположительно, подъехал на машине на эту площадку между домами. Затем пристроился с оружием, как предполагают следователи, за этим углом, откуда хорошо просматривается подъезд, где живет Николай Нестеренко. Как только жертва оказалась в машине, киллер произвел несколько выстрелов из гнистрельного оружия калибром 7,62. Возможно, это была снайперская винтовка. В результате Николай Нестеренко был ранен, его водитель убит. Раненый бизнесмен самостоятельно вызвал полицию. Следствием установлено, что 22 февраля сегодня в 9 часов утра во дворе домов 175, 187 и 189 по улице Ленина в городе Анапа неустановленные лица произвели не менее пяти выстрелов по автомобилю Toyota Camry, в которой находились водитель Жук Виктор Васильевич и Нестеренко Николай Дмитриевич. Значит, Жук убит попаданием в голову пули, Нестеренко ранен в левое плечо. Значит, в настоящее время ему проведена операция, состояние его стабильное, жить будет. Значит, в настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по закреплению следов преступления, розыску преступников и их установлению. Ну, как только лица будут установлены, соответственно, следствие сообщит средством массовой информации об этом. На задней двери видны следы от пуль. Некоторые прошли насквозь. Следствие считает, киллер пытался предугадать действия бизнесмена. Думаю, что лица, производившие выстрелы по автомобилю Нестеренко, предположили о том, что Нестеренко упал между сидениями, дабы избежать попаданий пулевых. В связи с чем попытались все-таки закончить свое коварное дело и причинить смерть Нестеренко. Ну, вот, однако Нестеренко выжил. Видимо, родился в рубашке. Повезло? Повезло, да. Ну, как это? Он один действовал, да? Не установлено следствием пока. Нападающий скрылся на автомобиле. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – убийство и покушение на убийство. Виновному может грозить пожизненный срок. Сразу после случившегося в интернет-изданиях появилась информация о том, что бизнесмен Николай Нестеренко является кандидатом на пост мэра. Эта информация неверна. Я вот официально информирую избирателей о том, что Нестеренко никогда не заявлялся в качестве кандидата на должность главы муниципального образования. Более того, Нестеренко даже не выдвигался членом участковой и литературальной комиссии. Поэтому к избирательной кампании никакого отношения он не имеет. В качестве версии мотива покушения следствие называет коммерческую и общественную деятельность Нестеренко. Он является заместителем атамана казачьего общества по экономике и бизнесменом, директором казачьего рынка. Возможно, именно предпринимательская деятельность и стала одной из причин покушения, отмечают следователи. Вадим Родин. Анапа. Регион.